Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы на канале Умноход. Меня зовут Ирина Витальевна Стефановская. Я фитотерапевт. Так вот, мы сегодня разговор ведем о тысячелистнике. И как бы в первой части я зачитала взгляд современного врача на тысячелистник. А если мы посмотрим, немножко туда в историю уйдем, вот что писали о тысячелистнике. Эту книгу я вам тоже показывала. Книга у нас издана в Душанбе в 89-м году про лекарственные растения. С древних времен тысячелистник занял видное место в медицине. Само родовое название растения свидетельствует об этом. По пленю название ахилла происходит от ахиллеса, ученика хируна, впервые доказавшего целебную силу этого растения при излечении меченой раны целифуса. По мнению галена, цветки тысячелистника полезнее горькой полыни. Согласно алканолу, отвар тысячелистника кайсум полезен при разрыве мышц и хроническом воспалении седалищного нерва. А также при затрудненном дыхании, особенно отвары соцветий, дробит камни в мочевом пузыре и в почках, гонит месячный, ну и плод. То есть, ну, видимо, при затруднительных родах. Вот, жженый тысячелистник, особенно с клещевиной или маслом рицки, помогает от лисей болезни. Что такое лисей болезнь? Это заболевание кожи головы, кожная болезнь, сопровождающаяся сильным выпадением волос. Поэтому вот эти целебные свойства тысячелистника используются для того, чтобы избавиться вот от таких сложных болезней. Тысячелистник действительно уникальное растение, которое содержит в себе большое количество минеральных веществ. Содержит хамазулен, содержит витамин С и витамин К. Вот я вам сейчас зачитала при излечении мечевой раны. Расскажу пример вот совершенно недавнюю неделю назад, у нас одна коза где-то себе вот просто вот так вот порвана, вымя была. Вот как, знаете, как бритвой срезана. И стало расходиться же все вот это вот дело, да? Мы живем далеко от ветеринаров. Да потом, как козу посадить в машину и довезти за 30 километров, это невозможно. Она уже взрослая, естественно, нам пришлось меры самим принимать. Что я сразу сделала? Я приготовила состав из трав. Из каких? Я взяла кору и ивы, даже не кору, а веточки с листочками. Взяла подорожник, вы уже его тоже проходили, вы знаете, что это такое, да? Лист подорожника, я его порвала. Потом я взяла еще лобазник, который мы уже изучали и прошли. Ну и, естественно, тысячелистник. Я залила это все кипятком и настояла. Получился такой темно-коричневый настой. Вот этот настой мы определили во флакончик с пульверизатором из-под бактериофаг. Кстати, бактериофаги в таких случаях работают сразу. То есть мы вначале рану козе обработали бактериофагом, а потом уже в пустую бутылочку из-под этих фагов я налила отвар с травами. И каждый день обрабатываем вот этим составом. Воспаление стало сниматься уже со второго дня. То есть уже можно было раздоить козу. И каждый день, два раза в день обрабатывалось. И будем продолжать обрабатывать рану. Но, по крайней мере, указывая все на месте, все хорошо, она должна нам скоро родить. Мы надеемся, что вот эти наши методы, они ей помогли. И тем более, что я нашла, что в ветеринарии тысячелистник с успехом используется при желудочных каких-то расстройствах у животных. Теперь, какие я могу сделать выводы многолетние из моей практики, при каких состояниях они помогают. Вот, например, опять-таки я говорю, будут даны рецепты, при каких болезнях помогают. Ну, так же, как про подорожник. Можно начать с головы до пятой. Там по всем статьям все это подходит. При головных болях, при носовых кровотечениях, при заболевании десен, при заболевании горла, при заболевании желудка, 12-перстной кишки, при колитах, при диспепсиях, то есть при нарушении вен, особенно ноги, если больные, это хороший венотоник. То есть используются что? Используются в основном вот эти вот соцветия. Вот я вам поближе сейчас покажу. Вот используются именно вот эти корзиночки. И, кстати, когда будете собирать себе травы вот эти, собирается только 15 сантиметров, обрезается 15 сантиметров, складываются в корзинки, и можно сушить на чердаках, не подвешивая. Ну, я люблю сделать венечки, и так мне как бы удобнее. А вообще можно только 15 сантиметров отрезать, потому что все действующие вещества, микроэлементы, они именно вот здесь находятся. Хотя есть сведения, что вот эти вот листочки, особенно до цветения, до цветения, они используются как глистогонное средство от паразитов. Но, зная паразитологию, зная, ведя многолетние наблюдения, я хочу сказать, при каких глистах может использоваться тысячелистник. Ну, первое, если это метеоризм, это всегда может быть аскорида, это может быть карликовая цепень. То есть включать в какие-то сборы обязательно нужно тысячелистник. Дальше, если повреждена 12-перстная кишка, и там пишут, вот язва 12, там кровь идет, это может быть поражение анкилостомой 12-перстной кишки. Желудок, у нас уже это доказано и в атласах везде, и в учебниках по паразитологии, уже многие знают, что есть такое заболевание, анизокидоз, вызываемое селедкой. Особенно люди, которые потребляют сырую селедку, они могут заразиться паразитом, который тоже может вызывать пагубное воздействие. И, кстати говоря, в Средней Азии считалось, что тысячелистник лечит слизистые опухоли. Поэтому это точно при паразитарных заболеваниях в сборы или в чистом виде можно использовать настой этого растения. Кроме настоя мы можем использовать и сок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok А с вами была Стефановская Ирина Витальевна, фитотерапевт. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok